Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня поговорим о рынке недвижимости и о льготной ипотеке. Накануне Эльвира Набиульна, это кто не знает, председатель нашего центробанка, заявила, что все-таки стоит продлить льготную ипотеку. Я могу предположить, как тяжело долезть слова Эльвира Набиульна, потому что давно уже говорила с прошлого лета, что нужно вообще это закрыть все, к черту, что называется, матери, потому что это разгон инфляции, что ничего хорошего в этой программе нет. И вдруг она все-таки выдавила себе эти слова, но при этом она отметила, что нужно продлить далеко не для всех регионов страны, а только для 24, для понимания у нас в стране 85 субъектов. То есть, по сути, это сколько у нас, дай бог, треть даже меньше в субъектах получит, может быть, продление льготной ипотеки. И причем, что самое интересное, знаете, среди регионов, которые она перечислила, самые разные регионы. То есть, там есть и откровенно такие неблагополучные, бедные регионы типа Ингушетия или там Псковщина, это тоже наши несчастные черноземья, где далеко не все так хорошо. Но при этом есть такие регионы, как Ярославщина, тоже у нас это Ярославская область прогрессивный регион, как нас, по крайней мере, еще в школе учили. Экономический сосед, кто это лично знает, первого порядка. Или, например, Новосибирск, это вообще наш русский мегаполис, третий город по населению в стране после Москвы и Петербурга. И там тоже, и мне поэтому тоже удивление вызвало, почему такие разнообразные, такой разношерстный список, вот самые разные середнячки, аутсайдеры, лидеры. Ну и при этом, конечно, там нет Москвы и Петербурга. В принципе, логично, регионы благополучные. Или, к примеру, нашей алмазоносной Якутии. И об этом мы сегодня поговорим. То есть, действительно, стоит ли продлевать льготную ипотеку, для каких регионов, почему Тверская область, самое главное, все-таки попала в этот список. Иначе бы не собрались, если бы не было Тверской области. Тверская область есть в этом списке, повезло или нет, об этом мы сегодня поговорим. И в целом, вообще, как поживает рынок недвижимости. В том году были, как у всех, непростые времена. Говорили, что все встанет, строительство встанет. С другой стороны, потом льготная ипотека. Цены побежали вверх. И что нас ждет в этом году, какие перспективы, об этом мы поговорим с гостями студии. Хочу их представить. Это Давид Ильич Мамуглашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета, кандидат экономической наук и доцент. Добрый день. Добрый день. Это Елена Кардаш, руководитель отдела продаж агентства недвижимости Бродвей. Елена, добрый день. И представители застройщиков, давно у нас не было в эфире, но некогда они все на объектах строят, в кассах, наверное, с пастерками, лично приглядывают за рабочими, как же стройка, это ответственное дело. Наконец-то они к нам выбрались. Это Дмитрий Иванов, управляющий директор ООО СЗ РКС Тверь. И его коллега Вадим Голотяк, руководитель отдела продаж этой же компании РКС Тверь. Господа, добрый день. Приятно, что Вы выбрались. Наконец-то Вашего объекта. Все в пыли и цементной, так сказать, без другого настроения никак. Итак, господа, давайте вернемся в прошлый год. Вот Ваше мнение, какое влияние на рынок недвижимости оказало вот это введение льготной ипотеки под вот эти 6,5%, насколько я не ошибаюсь. Давид Ильич, меня поправить, если я ошибаюсь. Давид Ильич, наверное, с Вас начнем. Сначала, с Вашего позволения, уважаемые коллеги, я начну с оценкой решения Центробанка о продлении льготного кредитования. Официальную версию знают все. Официальная версия гласит о том, чтобы поддержать нашу экономику, чтобы помочь состройщикам и, прежде всего, помочь простым гражданам приобретать жилье. И еще, чтобы устранить ту несправедливость, которая возникает в некоторых регионах. То есть, не каждый регион с одинаковыми темпами поднимает свою экономику. И, соответственно, является мерой поддержки. Безусловно, я с этими плюсами согласен. Но, с другой стороны, есть, наверное, какие-то моменты, что заставляют нас задуматься. Во-первых, это признание того, что не каждый регион нашей страны оживил свою экономику. Это уже минус, что все-таки признается этим решением, что рост экономики регионов в некоторых регионах стоит обособленно. Надо уделить больше внимания. Второе, вы здесь совершенно справедливо указали, допустим, Башкортостан или тот же самый Ярославль, Якутия. Как они туда попали? Значит, это говорит о том, что в стране у нас существует лоббистское движение, которое определенным образом включает некоторые регионы в этот список. И многое другое. Одним словом, давайте я предлагаю сегодня в студии о минусах или о вопросах, которые возникают в результате этого решения. Это оставим в сторону и будем говорить о положительных моментах. Да, после того, как Путин дал команду нашему правительству ввести льготное кредитование, это привело к тому, что за 9 месяцев прошлого года, 2020 года, в общем было выдано чуть-чуть меньше триллионов рублей. То есть, если быть точнее, 2 триллиона 700 миллиардов рублей через ипотеку. Это привело к тому, что, конечно же, застройщики действительно свой бизнес определенным образом поддержали. Но, с другой стороны, это привело к тому, что цены поднялись. Цены поднялись на жилье, это тоже особенный вопрос. Сегодня, наверное, об этом только можно упомянуть, а глубоко разбираться в этом вопросе, наверное, не стоит, потому что это действительно очень глубокий вопрос. И вообще, я не первый раз говорю о том, что вопрос ценообразования в России требует очень серьезного подхода, анализа, пересмотра и установления определенных правил. Ценообразование у нас в стране происходит не научно, скажем так, а по желанию. Это не совсем правильно. Одним словом, я как человек, который всегда привержен к тому, что если в городе стоит труба, труба должна дымиться, давать продукцию. Ну, я имею в виду, что не вредя экологии, безусловно. И чем больше таких субъектов рынка, или налоговики сказали бы, налогооблагаемых базу, тем лучше. Одним словом, чем больше работающих структур, дающих реальную продукцию, для меня это хорошо. И вот этот подход способствует... Не только строительные отрасли выглядят более-менее, скажем так, уверенным завтрашним, но они же еще связаны с производителями, с другими отраслями. Это и химическое производство, это и транспорт, это и логистика, это и дороги. Ну, я не говорю о том, что занятость людей этой отрасли, налоги, которые они платят, и так далее, и тому подобное. То есть, цельный мультипликативный эффект. Господа, что вы можете сказать, вот ваше мнение, какое влияние оказало введение вот этой льготной ипотеки летом прошлого года, точнее, про весной еще об этом провозгласили? Я вот, наверное, хотел рассказать, наверное, больше про Тверской регион. Ну, конечно, Вадим, конечно, про Тверской регион, конечно, мы работаем... С 2019 года наметилась такая тенденция по снижению спроса именно в новостройках. И мне кажется, если бы в 2019 году не ввели, это, скажем так, стагнация была бы еще существеннее. То есть, несмотря на то, что в 2019 году в новостройках было 4100, по-моему, сделок, в 2020-м 3500, то есть, в общем-то, спад был, но если бы не льготная ипотека, я думаю, что спад был бы более заметный, более существенный. И, да, льготная ипотека застройщиков в этом плане простимулировала и позволила там, собственно, ну, скажем так, не упасть. И рынок не обвалился. И в целом положительный эффект не был. Действительно, с введением первых карантинных мер, на самом деле, большинство покупателей затаилось, да, и люди не понимали, чего ожидать, чего делать. Они переживали, безусловно, за свои средства, накопления, боялись потери работы, удаленки и прочего, да. И, я думаю, в принципе, в основном эта мера подстегнула решение людей приобретать и, ну, вложить какие-то свои накопления или будущие накопления именно в недвижимость, как тот эталон, который будет всегда в цене. Дмитрий, но вот что у вас творилось в этот момент, когда вот только, как вы говорите, все встало, что у вас творилось на объекте? Скажу так, смотрите, на объекте сначала чуть-чуть встало тоже, да, когда вышли распоряжения о том, что надо остановить всю деятельность, мы, точнее, наша главная структура, группа компаний RKS Development, направила запрос на включение нашей группы компаний в перечиск системы образующих предприятий России. Мы достаточно быстро получили ответ, и мы продолжили свою деятельность без всяких остановок, именно строительную деятельность, да. Чуть позднее, вслед за Москвой, стали разрешать, в принципе, стройку вывели в отдельный класс непрерывных производств, а это действительно непрерывное производство, да, мы понимаем, что остановись и разгони всех на месяц, да, потом это запуск, это стоит много денег и требует много времени. Единственное, я рад, что стали говорить про пандемию, конечно же, мы почувствовали, да, и не только мы, любые строительные компании, любые застройщики, потому что те производства, о которых Дарья Ильич правильно говорит, это стройка, это не только стройка в себе, да, это производство, допустим, не знаю, там дверей и материалов остальное, многие производства именно остановились, да, мы получали письма от наших партнеров о том, что они приносят глубочайшие извинения, но в связи с тем, что у них штат, допустим, состоит из людей предпенсионного возраста, они вынуждены всех оставить на удаленке, а удаленно производить, допустим, двери невозможно, да, и действительно сложности в связи с этим возникали, ну, скажу, прямо не для нас. Пожалуйста, я немного добавлю в этой ситуации, постараюсь с такими простыми словами, да, потому что, когда речь ведем о создании нового блага и планируем создание нового блага, обычно производитель или в экономике мы знаем два подхода планирования создания нового блага. Первое, когда речь идет о поточном производстве, допустим, вот конвейерная линия, стоит человек, к человеку подходит изделие, он делает что-то свое, добавляет стоимость, передает дальше, дальше другой уже конвейер добавляет, тоже идет дальше, и в конце выходит готовая продукция. Чем отличается строительство от всего этого? Строительство отличается от того, что, то есть, объект неподвижен, и к объекту мы подводим все. Это, допустим, если мы автомобили собираем, то есть, наша продукция – это автомобиль. Автомобиль движется, грубо говоря, в своем производственном цикле, и, соответственно, выходит готовая продукция. Для них готовая продукция – это дом, сооружение, строение, но это строение стоит на месте. И, соответственно, вопрос планирования заключается в том, что мы туда подвозим все. И рабочую силу туда подвозим, и материалы туда подвозим, и дорогу, и транспорт, и газ, и электричество, и так далее, и тому подобное. Поэтому это отличие во многом накладывает свой отпечаток на, в том числе, и ценообразование в этой отрасли. И всегда надо рассматривать всю экономику системно. Остановка одной какой-то отрасли обязательно изменит форму или содержание всех остальных. И наоборот, развитие одной отрасли обязательно повлияет на другие отрасли, в том числе. Вот это надо помнить всегда, особенно, когда речь идет об управлении экономикой как системой, и особенно в кризисных ситуациях. — Елена, что риэлторы почувствовали, когда, соответственно, почувствовали, что тоже весной люди, как сказали, замерли, перестали вдруг покупать квартиры, и опять-таки почувствовали какой-то всплеск, когда провозгласили льготную ипотеку, и к вам звонки, звонки берем, берем побольше. — Если мы касаемся конкретно пандемии, то немножко у нас, во всяком случае, в агентстве немножко по-другому произошло. Мы увидели, да, конечно, все перешли на самоизоляцию, на удаленную трансляцию объектов, но мы получили большой спрос от клиентов, которые вот как раз держали деньги там в чулках. Они понимали, что может обесцениться рубль или еще что-то, они хотели вкладывать. Поэтому весной вот в первую очередь это. Что касается льготной ипотеки, да, интерес был, но сначала он все-таки, ну, как бы раскачивался. Если сейчас там считать в рублях, да, самые интересные, наверное, покупки были, вложения вот именно летом, когда еще разница была, еще вот не поднялась цена на новостройку, еще вот ощутимо дельта, вот это было 6,5%, не вырос первоначальный взнос, не выросла сама стоимость, и в рублях ощутимо интереснее было конкретно летом. И да, спрос был, и сейчас у нас сохраняется, опять же, в пересчете мы где-то получаем сейчас из 10 ипотек, из 10 сделок стабильно 3-4 вот конкретно по этой льготной программе идет. То есть есть еще другие, естественно, какие-то, да, без привязки к какому-то конкретному банку, но по льготной программе 6,5% стабильно 3-4 квартиры покупается. То есть на данный момент это пока еще интересно. Это хороший показатель, 3-4 квартиры. Ну, если смотреть в среднем по России, нет, 10 мы берем просто для ровного счета, из 10. А, понятно, из каждых 10. Это я не говорю, что в размере месяца, я имею в виду, для чтобы проценты. Из каждых 10 до 4 квартиры. Да, из каждых 10, 3-4 обязательно будут по этой льготной программе. И если в среднем по стране, да, тоже цифры дают 30% примерно, у нас это тоже, даже в разрезе нашего агентства это сохраняется. Я хотел бы дополнить, позвольте, что касается сделок с ипотекой. Если до момента введения льготного кредитования у нас приходилось порядка, наверное, 60% доли ипотечных сделок в общем количестве продаж, то после введения выросло до 75% доли ипотечных сделок. При этом 95% сделок это льготная ипотека. То есть, ну, не льготная, скажем так, на обычных условиях, это сейчас минимальное количество. Да, потому что оно интересно. Да. Ну, хорошо, интересно. Елена, вот только что вы уже обмолвились проценты, это ли еще раньше сказал, как интеллигентный воспитатель человек, он сказал, что не стоит закапываться в этом, потому что вопрос сложный. Но, тем не менее, я думаю, для телезрителей, которые, кстати, нам могут звонить, телефон 300-190 и выражать свое мнение, что выдумать по поводу льготной ипотеки, вообще вот ситуации на рынке недвижимости. Я, как простой тоже гражданин, все-таки не Абрамович, там коттеджи нет на Рублевке и так далее. Ну, я обратил внимание, что цены побежали. На это обратил внимание как раз и на Биулина летом, и федеральные власти. То есть, что цены сильно побежали. Мы, конечно, сегодня говорим о первичках в первую очередь, хотя вторичка тоже, к сожалению, тут же подтянулась. Я стал замечать, что квартира без ремонта, где-нибудь в панельной девятиэтажке, которая уже лет 35-40 вдруг стала строить, знаете, там миллион 700, миллион 900. Вот, и еще раз говорю, без ремонта. То есть, ну, прайс, короче, подскочил. Да, господа, ну, все-таки, вот, Дмитрий Ильич, культурный, я, наверное, не такой культурный, не такой воспитанный. Поэтому, почему, что произошло-то вдруг резко? Давайте, наверное, здесь я возьму слово по этому вопросу. Действительно, я согласен, тем очень глубоко рассуждать можно много. И давайте делаем маленький экскурс в историю к истокам зарождения 2014 ФЗ, как закона о долевом строительстве. Да, я поясню, конечно же. То есть, на заре долевки дольщики были слабо защищены, и появлялось много нерадивых застройщиков, кинутые дольщики и прочее, прочее. Государство на это предпринимало некоторые шаги. То есть, первым из них, достаточно крупных, стало это обязательно страхование ответственности застройщика. Да, дольщик стал защищен намного более, пускай пока не полностью на тот момент, но здесь был, опять же, некоторый рост цен. Да, потому что застройщик стоимость этой страховки, естественно, относится на себестоимость жилья. Да, в настоящее время, введенные, в принципе, в прошлом году, В прошлом, да, если не ошибаюсь, в позапрошлом уже, В первый уже год, я все еще в 20-м живу. Да, эскроу. Я еще в 20-м живу, да. С появлением обязательных введений эскроу-счетов, давайте поясним, может быть, не все знают. То есть, эскроу-счет, это, по сути, безопасный счет, на который будущий собственник переводит свои денежные средства, и этим денежными средствами не может воспользоваться ни застройщик, ни забрать сам собственник. Это служит гарантией того... Под присмотром банка. Под присмотром банка, да. Мы всегда понимаем, что банк, по идее, тоже не должен пользоваться этими средствами, но они лежат в банке, да, то есть, вряд ли они отделяют у себя циферки, сколько нулей здесь эскроу, сколько не эскроу, но это ладно, это уже отдельно. Соответственно, если раньше застройщики привлекали денежные средства дольщиков, то есть, они продали три квартиры, получили деньги на фундамент, построили фундамент, продали еще четыре. Я говорю про не очень хороших застройщиков. Хорошие застройщики все-таки планировали и понимали, что вот этот дом, даже если они не продадут ни одной квартире, они точно построят, а потом уже будем думать дальше. Теперь денег дольше привлекать нельзя. И, соответственно, каждый застройщик, есть два варианта. Либо построить полностью за свои, но это практически нереально для ни одной компании. Либо привлекать проектное финансирование, банковское финансирование. Ну, как известно, простой фразой можно сказать, что деньги стоят денег. И привлеченные средства, естественно, накладывают на себя проценты банка. Это как минимум. Как максимум не все застройщики смогли справиться с этим, потому что проектное финансирование достаточно сложная схема, которая требует привлечения специалистов, финансистов, которые могут и умеют с этим работать. У маленьких застройщиков такого не было, и многие ушли с рынка. Поэтому первым, наверное, значимым показателем я бы назвал именно от отголосок сейчас, введение скроу-счетов. То есть сейчас были распроданы те квартиры, которые были построены по новым правилам, и теперь они выходят в продажу именно те, которые уже строят с привлечением скроу-счетов. И более крупным застройщикам с более сложной структурой, с более сложной себестоимостью правильнических расходов. Это вот первый момент. То есть не спрос повлиял на спрос цен? Давайте, смотрите, у любого роста цен, и вот Давид Ильич пока, я смотрю, не перебивает меня, по-видимому, я говорю согласно общепринятым экономическим теориям. Это первое все-таки, это то, что продолжается сейчас, и из-за чего, я забегая вперед, не будет спада. Этот элемент уже никуда не уйдет. Государство явно не будет делать шаг назад, отказываться скроу-счетов. И опять же, мы не против, наша компания всегда работала с проектным финансированием, то есть для нас это стало очевидным, понятным шагом. А именно собственники жилья, будущие собственники, действительно защищены в разы сильнее, потому что в случае с чего они эти деньги получат обратно. Может быть, что-то потеряют на процентах, но, по крайней мере, не целиком, не будут ждать по несколько лет, как это бывает, еще до сих пор остались остатки незавершенных строек подалевки. Это вот все-таки первый момент. Второй, возвращаясь, опять же, к количеству регионов, которые мы перечислили, и бурное обсуждение у экспертов, продлевать или нет субсидированную ставку по ипотеке, действительно, в некоторых регионах рынок стал перегреваться. То есть там, где было недостаточное предложение, цены пошли вверх, и пошли они вверх, в том числе, наверное, из-за пониженной ипотечной ставки. И поэтому сейчас вот это принятие о том, что давайте оставим в некоторых регионах, оставим ее, а в некоторых не будем, прежде всего, объясняется ими же, как регионы с еще пока достаточным предложением, где можно именно держать ипотечную ставку недорогой для стимулирования роста покупок. Но это тоже приводит все-таки, ну, давайте быть честным, да, немного все-таки это влияет на стоимость арканического продукта. Опять же, не у всех. Ипотечная льготная мития. Да, да, да. Третий момент, почему именно взрывной сейчас скачок произошел. Ну, он где-то с лета и осенью продолжался, я так с интересом следил за ценами квартиры. Сейчас действительно, да, квартира резко поднимается в стоимости, это связано все-таки с теми производствами, да, и с теми структурами, которые вокруг строительства. Это прежде всего резкий рост цен на металл, да, металл подорожал просто нереально, так, ну, этого не мог предложить никто, да, мы всегда, естественно, закладываем некоторые инфрационные составляющие в свои расчеты, да, но такого взрывного роста никто не ожидал. Плюс курс доллара к рублю также продолжает плясать, и те, так сказать, нематериалы, да, сейчас за границей мало материалов покупается, в основном все-таки какое-то оборудование, насосные станции, ну, и прочее сложное техническое оборудование. Но оно имеет тоже достаточный вес в стоимости дома. Это тоже повлияло. Плюс практически все, практически все другие компоненты, да, будь то мы издаем квартиры с отделкой, да, мы говорим про отделку, да, там, ламинат, сантехника, прочее, прочее, все подорожало и подорожало достаточно серьезно. Опять же, возможность тем, о том, что те производства, которые останавливались в прошлом году, да, сейчас пытаются покрыть какие-то свои убытки, то есть, ну, и так или иначе привело к росту их стоимости, и, соответственно, это поднимает себе стоимость строительства. Вот, в общем, а, последний момент я все-таки добавлю, да, очень серьезный, и один из главных, это отсутствие практически сейчас рабочей силы, да, с начала пандемии, с закрытием границ, мы все прекрасно знаем, что на стройке все-таки большая часть строителей, именно рабочих специальностей, это граждане из нашего ближнего зарубежья, да, и можно долго дискутировать, хорошо или это плохо, но это так, это факт. И так как сейчас границы закрыты, собственно, испытывается дефицит в рабочей силе, а та рабочая сила, которая сейчас представлена на рынке, то она безбожно ломит цены, да, то есть, каменщик сейчас хочет получать там в три раза больше, чем было до этого, да, ну, потому что его разрывают на части, да, то есть, его манят рублем, причем зачастую манят рублем в другие регионы, потому что, те же, там, Москва, Питер, там, Новосиб, Екатеринбург, они могут позволить себе немного другую себестоимость строительства и предложить им лучшие условия труда. Ну, это тоже все. Ну, не знаю, я только что приехал с пресс-конференции в ОМВД, как раз по теме миграции, вот, и они как раз меня уверяли, что количество находящихся рабочих, ну, приезжих иностранцев сократилось вот за время пандемии, было 26 тысяч, стало 22. И, вообще, они сами жаловали, что деваться им некуда, жаловали в том плане, что зашла речь о тех, кто нарушает законодательство, например, заключает фиктивные браки. Моя коллега спросила, а как, вот, что с ним делать? Он говорит, ну, мы их даже депортировать не можем, понимаете, у них границы закрыты, и, соответственно, ну, не можем мы его вытурить обратно, вот, откуда он приехал, потому что нарушил закон. То есть, поэтому у него вопрос, а как они, куда они делись, когда границы на замке, причем даже не с точки зрения России, их республики вели как раз, поскольку, ну, вирус не циркулировал, то есть, дескать, при всем желании, как я понял наших уважаемых полицейских, Киргизу или Узбеку, при всем желании вернуться к себе в Самарканд никак нельзя, граница-то закрыта. Поэтому, вот, есть ли вот этот отток, я говорю, 26 было, стало 22, опять-таки, я на стройках редко бываю, но я бываю в магазинах, я не вижу, чтобы там стало меньше, скажем так, приезжих. А, наверное, да, не знаю, в каких надо бывать магазинах, вот, то есть, поэтому, действительно ли такой отток у вас произошел радикально? Честно, они все куда-то делись? Смотрите, мы, скажем, скажу так, да, произошло именно уменьшение трудовых ресурсов на стройке. Я не могу, к сожалению, оперировать цифрами тем, которые оперируют, да, управление по миграции. Возможно, кто-то там из тех, кто вчера занимался кирпичной кладкой, сегодня пошел работать в тот магазин, который вы посещаете, да, то есть, я не могу сказать да или нет. Тем более, мы прекрасно знаем о том, что, в принципе, вот эта миграция, она была не какая-то такая, вот, ну, приехали, да, и остались, да, на маятнике. Люди приезжают на сезон, да, они зарабатывают деньги, они везут к себе домой, да, приезжают следующие и прочее. Возможно, кто-то успел уехать, кто-то не успел уехать, да, кто-то переехал в другие регионы, все-таки числится до сих пор здесь. Извините, я все-таки, Дмитрий, перебью, а чего уезжать, когда, ладно, вы встали, ему делать нечего, он уезжает, но вы же сами говорите, вы, в общем, не встали, вы работаете, вы платите, чего ему от вас уезжать-то? В Москву поехал. Ну, вы, наверное, общались с прорабами, то есть, куда народ девается, они вам так сказали, да, разбегаются в Москву, на ВАСИП, там. Нет, серьезно, абсолютно, я еще раз повторю свои слова о том, что, действительно, то есть, именно стоимость труда сейчас на рынке резко выросла, да, и большую стоимость труда могут предложить все-таки в тех регионах, в которых лучшая экономика. Да, а то, что числится он до сих пор где-то в Тарском регионе, ну, мы все прекрасно знаем, то, что не всегда, так сказать, места реального проживания наших гостей совпадают с их документальной регистрацией. А, извините, я вижу, хоть и что сказать, но у меня такой, тоже народный такой, простой народный вопрос, такой дилетантский, конечно же. Вот люди просто, я знаю, тоже задают вопрос, когда вот эти разговоры, что рабочая сила выросла, допустим, каменщик там, Тверской, говорит, а я в три раза больше хочу и так далее. И люди спрашивают, а можно, соответственно, уменьшить норму прибыли, чтобы платить больше этому каменщику, но при этом квартиру, чтобы стоила, ну, условно говоря, как стоила, там, 3 миллиона, так и стоила. Или это нереально? Слушайте, норму прибыли, она, на самом деле, у разных застройщиков, у разных проектов закладываются по-разному, да, но некоторое время разгорались очень жесткие дискуссии по поводу проекта финансирования, как такового, на этапе ведения, в том числе в Танаш-Тверской области. Дело в том, что регионы, подобные нашим, они зачастую характеризуются низкомаржинальными проектами, да, то есть это невысокая стоимость продажи при достаточно высокой себестоимости, и зачастую банки, в принципе, не выдавали кредиты этим организациям, потому что они не могли пройти стресс-тестирование модели, да, то есть если рынок просядет, допустим, на 10%, оказывается то, что уже цена ниже себестоимости, да, и вопрос у банка, соответственно, как вы это построите, это невозможно. Долго с этим сражались, сейчас вводят там новые поддержки, меры поддержки по низкомаржинальным проектам, не будем здесь это подробно сейчас рассказывать, но отвечая на этот вопрос, да, все-таки на самом деле нет, да, то есть потому что любая структура, она, то, что многие называют прибылью, по сути, она таковой не является, да, это является теми затратами, которые просто не видны на первый взгляд. Я понимаю, да, но, опять же, задача любой коммерческой структуры, абсолютно любой, да, все-таки это получение прибыли, да, и в ноль или в минус работать, ну, как бы становится абсолютно нецелесообразным. Давид Ильич. Да, спасибо, Роман. Я хочу вернуться опять тогда к вопросу ценообразования и дать такую, по возможности, простыми словами, экономическую картину, почему это происходит. И здесь мои коллеги уже некоторые вопросы поднимали. Начну с того, что общая инфляция в стране вызывает рост цен. Это безусловно. Соответственно, потом я расшифрую. Надо исходить из того, что общая инфляция у нас присутствует, инфляция никуда не делась, и, соответственно, цены растут. Другой вопрос. У нас, к сожалению, очень слабая в стране развита финансовая система, в том числе и банковская тоже. Дело в том, что застройщик, чтобы весь дом построить до конца, он вынужден брать кредит тоже. Но при этом ипотечный застройщик, который получил ипотеку, эти деньги, которые получил, не может непосредственно вложить в строительство. Потому что банк боится за свои деньги, боится того, что застройщик может не ввести вовремя это здание, и дольщик останется без всего. Как раз о тех счетах, о которых было сказано. Эскровщики. Эскровщики, да. Застройщики и специалисты об этом знают. А что это означает? Это означает, экономика это мы называем, омертвление капитала на какое-то время. Вместе того, чтобы за это время, это месяц, два, может год, может больше, эти деньги работали, приносили еще деньги, то эти деньги просто лежат. Вы представляете? А если это перевести в масштабе всей страны, это столько миллиардов, просто лежат. Банки. Банки. Которые именем боджет. Которые, ну... Скажем так, но это бизнес не идет. Им, застройщикам. А банку идет? Ну, банки это отдельная тема, сейчас нет представителей банка, и, соответственно, мы давайте не будем об этом говорить. Выли бы, они здесь, к ним тоже есть вопросы, безусловно. Это как льготное получит, как... Ну, ладно, это другой вопрос. Во всяком случае, у меня много к ним вопросов. Соответственно, они отдельно берут кредит для строительства. Это получается... Вы представьте себе, какая экономика выдержит вот такую двойную нагрузку. Это на что отражается? Соответственно, на цену за квадратный метр. Дальше идем. К сожалению, в любой нормальной стране, и даже в средней развитой стране, помимо банковского кредитования, есть еще другие институты кредитования. Другие источники финансов, грубо говоря, другие инвесторы. Это могут быть различного рода фонды. Это может пенсионный фонд. Это может множество, множество, которые составляют конкуренцию банкам. У нас банк, монополист, никакой конкуренции на рынке инвестиций у нас не существует. Соответственно, монополист всегда будет держать ту цену, которая ему хочется. Именно хочется. Дальше. То же самое я могу сказать. Опять возвращаюсь о том, что в стране цены все равно растут из-за того, чтобы есть инфляция. У нас цены растут на продукты питания, цены растут на газ, на электричество. Будут новые налоги, к сожалению. Во всяком случае в кризисном периоде я бы воздержал себе ухудшение налогов в системе налогоображения. Наоборот, надо снимать их, а тут наоборот добавили. Это тоже повлияло на все это. Вот смотрите, главная в себестоимости любой продукции, особенно в нашем регионе, в мире все-таки северный регион, это электричество газ. Кто владелец электричества газа? Государство. Есть там конкуренции? Никакой конкуренции там нет. То есть монополистический рынок. И получается, что везде у нас куда ни идти, везде мы сталкиваемся с монополией. То есть не рынок чистой конкуренции, а монополия. Соответственно, монополия это всегда думает только о себе. Это же государственная монополия. Она должна о нас быть. Какая разница? Государство это мы. Вот, многие думают так же. Соответственно, когда есть монополия, безусловно, цены не пойдут. Ну и, конечно, опять-таки, из-за того, что у нас очень слабая и банковская система, вот ради примера скажу, что один средний американский банк имеет капитализацию больше, чем все российские банки вместо взятые. А таких средних банков в Соединенных Штатах 3 тысячи. Я не говорю уже о крупных. Соответственно, эти банки из-за этой слабой капитализации не могут выдать длинный кредит. Для промышленности, для строительства, для сельского хозяйства нужны длинные кредиты. То есть на 25 лет, на 30 лет, с ставкой 1%, 2%, 3%, как во всех других экономических сильных странах. К сожалению, у нас даже эти вопросы, вот Центробанк этот вопрос даже не поднимает для обсуждения. Только тогда экономика сильна, когда есть длинные кредиты. Длинные кредиты – это спасение всего. Но длинные кредиты у нас может обеспечить только государство. Но государство пока об этом не задумывается. Им нужны короткие кредиты. Ну, слава богу, сейчас на ипотеку сделали там 15 лет, 20 лет, 30 лет. Но это только на ипотеку. А все другие кредиты, особенно кредиты для бизнеса, они пока еще очень короткие. Примерно, примерно, очень кратко, да. Если подвести таким образом итог разговору о том, почему цены выросли, на ваш взгляд, господа, вот сколько процентов в этом составило введение скроучтов, сколько завышение цен, ну, по росту, удорожение всех ваших партнеров, которые вам привозят арматуру, трубы, провода и прочие, двери те же самые и так далее. То есть просто вот так, если подвести итог, на ваш взгляд. Слушайте, ну, честно говоря, здесь говорить маленько, наверное, сложновато, да. Вот, если мы сейчас, правда, будем сейчас влезать в ценообразование, то это, на самом деле, займет, нам надо будет тогда ввести, наверное, серию передач, да, и мы вместе расскажем про ценообразование в строительстве. Ну, здесь надо, конечно, статистику смотреть и приглашать работников статистики, простите, передаю, да. Вот, я, наверное, согласен с Давидом Личом, вот, им разложить по проценту, я боюсь в заблуждение ввести наши слушатели, потому что мы понимаем, да, что у нас примерно отразилось на стоимости, себестоимости наших квадратных метров, но вот именно разделение каждого элемента, ну, наверное, требует вопрос подготовки. Хорошо, Елена, тем не менее, люди стали брать квартиры, вот, уже приводила статистику, что по льготной ипотеке, соответственно, из каждых десяти брали, там, четыре, вот, а что вообще люди брали, то есть, ну, все равно кризис, все равно доллар, будь он, не ладен, подскочил, зарплаты, наоборот, не подскочили, вот, на что спрос был, люди говорили, дайте нам вот, вот у них одну щеку, к примеру, там, без отделки, без всего, или наоборот, все равно люди там говорят, нет, мы теперь с отделочкой ждем, и не одну. Мужчика, у меня семья, что вы люди больше брали? Опять же, по-разному, у кого какие запросы? Ну, в массе своей, понятно, что по-разному. В общей массе нет, если мы смотрим начало прошлого года, когда люди хотели свою наличку во что-то вложить, то смотрели по ситуации, так как собственники немножко замерли, и они не выставляли свои объекты, поэтому, сейчас тоже это, кстати, просел вот именно рынок по предложению, по вторичке, мало сейчас предложений, и она как раз уже там, ну, мы считали, где-то на 25% поднялась, цене на 30, ну, 20, вот так точно, поэтому предложений мало, и, по сути, покупатели по вторичке выбирают из того, что есть. С новостройкой, да, но здесь, опять же, если ценник растет, то мы берем либо меньше квадратный метр. Ну, льготная ипотека, еще раз говорю, она подстегнула, и по идее, по логике наших властей, люди должны были массово к вам приходить, Елена, какая однушка, двушка, трешка. Да, ипотека, ну, все приходили, да, им интересовались. Мы увидели, что люди стали больше брать двушки, трешки, к примеру. Ну, да, двушки точно стали брать больше. Больше, чем обычно. Ну, да, ну, я думаю, что, опять же, посчитать, но, да, интерес, потому что там дельта получается больше, интереснее в деньгах. Если обычную ипотеку, да, там 9%, то здесь 6,5%, опять же, в интернете можно посчитать, вернее, найти. Многие расчеты по разным регионам есть, когда считали вот ипотеку, когда мы бы взяли, допустим, в январе-феврале прошлого года 20-го, и когда мы ее уже с условием вот этой ипотечного предложения берем даже в конце прошлого года, то есть уже когда ценник вырос, все равно в деньгах это выгоднее. Но нужно не забывать, что для первички, да, это интересно, для клиентов, которые хотят купить по льготной ипотеке, но из-за того, что поднялась цена на первичку, на вторичку-то подросла, а есть люди, которые хотят именно вторичку купить, а ценник вырос, они не имеют никаких льгот, они, получается, просто покупают квартиры дороже. Господа, а вам наверняка ведь тоже ваш отдел продаж отчитывался, как-то, что, допустим, вот, были какие-то разговоры, что стали больше брать двушки, трешки, ну, то есть что-то изменилось. Вадим, Вадим, давай, что-то. Да, да, да. Можно я сначала, наверное, до Вадима? Интересно, вот вы почувствовали как-то изменение самое главное в ту или иную сторону? До Вадима, наверное, сначала я, наверное, отвечу именно про тот момент, который мы вспоминали, да, это вот этот какой-то некоторый взрывной рост, который бывает в любое кризисное время, да, когда люди бегут скупать, да, бегут скупать телевизоры, холодильники, у кого на что хватает, да, в том числе недвижимость, и недвижимость обычно, ну, я лично заметил, что скупают тоже у кого на что хватает, то есть человек прибегает, у меня есть 2 миллиона, что дайте мне, что у меня есть на 2 миллиона, вот все, дайте мне быстрее, да, а если есть чуть побольше, да, то он уже начинает размышлять, так, ага, мне на эти деньги купить трехкомнатную квартиру, или что, взять две однушки, все равно жить не собираюсь, у меня дети подрастают, пока буду сдавать. То есть, здесь вот вопрос, здесь вопрос, все-таки зависит, вот сколько вот у человека денег было в моменте, когда он принял решение о том, что надо бежать спасать свои деньги. Ну, Вадим, продолжит, или может быть, или инвесторы, да, склоняются больше, наверное, к маленьким площадям. Вообще, вот, да, за последний, наверное, год тенденция такая, что люди предпочитают небольшие площади, да, увеличилось количество именно покупок двухкомнатных квартир, но, опять же, маленькая площадь. Квартиры меньшей площади, более компактные, и сейчас более популярны. Абсолютно, как бы, такой, бессиллер, это, наверное, все-таки однокомнатные квартиры, там, до 40 метров. С отделкой. Да, с отделкой. И это вот один тоже, как бы, важный момент. На 15%, по сравнению с 2019 годом, доля квартиры, вот, продажи именно в комфорт-классе, это вот по Твери, выросла. То есть, люди предпочитают квартиру уже готовую, уже с ремонтом, и сейчас тенденция сохраняется такая, что они хотят все, более и более качественный ремонт. Более дорогие материалы, более, не знаю, там, дорогие обои, чтобы у них была более качественная сантехника. На это тоже все обращают внимание. И это, кстати, может быть, тоже такой момент неочевидный, но он тоже отражается на цене. Клиент хочет более качественную квартиру, соответственно, на нее тратятся более дорогие материалы. Здесь хочу добавить еще, что пандемия показала еще один тренд, очень интересный. Пандемия показала, что возрастает спрос на загородное жилье. Очень серьезным образом. Из-за того, чтобы изолированность, чистый воздух, меньше скученности, можно гулять на свежем воздухе, когда хотите. И реально спрос на малоэтажное строительство очень подрос. Это тоже надо учить, когда речь ведем о строительстве. И я думаю, что статистика нам даст, наверное, через некоторое время эти данные. Но я, со своей стороны, могу точно добавить, что у нас в регионе демографический кризис. Здесь почти что все муниципальные образования, к сожалению, убывают по численности населения. Но хорошие результаты показывает только Твер и Калининский район. Ну, естественно. Понятно, что Калининский район, это опять-таки за счет Твери, потому что многие из Твери... Это как Москва и Подмосковья. ...расселяются туда, и, соответственно, этот рынок в дальнейшем наверняка будет тоже расти. И вот я вам, коллегам, об этом говорю. Может быть, какой-то ваш интерес и на этот вид бизнеса тоже диверсифицироваться, с одним словом. Подуманы на эти предложения. Тем более, вы можете использовать еще одно льготное кризисование в Россельхозбанке. Там вообще сельская ипотека. А вот, говоря, вот вы сказали, что предпочтения людей изменились, а вы в этой связи, вот говоря о диверсификации сталь, допустим, предлагать, ну, две одинаковые двушки, допустим, планировки, ну, это подороже, и когда к вам человек приходит, говорит, а почему дороже? А здесь там унитаз, там французская фирма такой-то, допустим, а здесь, ну, неважно, русский или украинский. Или, вот, в этой связи, вы стали закупать дороже материалы, подороже все вот это, как вы говорите, спрос? С каждым этапом строительства, то есть, с каждой очереди строительства мы пытаемся улучшать, стараемся какие-то те пожелания клиентов, которые к нам поступают, их реализовывать на следующем этапе. И, собственно, четвертая очередь, да, у нас сейчас вот стартовала. Мы, собственно, там планируем точно так же улучшение сделать по сравнению с третьей очередью. Но вот в нашем комплексе мы квартиры на категории недели. То есть, у нас нету квартиры попроще, там, для людей не очень богатых, да, там, квартиры, там, для тех, кто предпочитает, там, премиальную отделку. Нет, у нас разные концепции, разные листовые решения, но в целом... Я думаю, что это дело будущего, о чем коллеги говорят. Когда спрос, платежеспособный спрос у нас в стране будет гораздо выше, чем сейчас, тогда уже люди будут думать о качестве. А сейчас я думаю, что 95% они первые требования к функциональным свойствам квартиры, лишь бы был дом. Ну, я вот здесь продлю, да, еще раз, то есть мы, в принципе, всегда старались делать наш продукт подходящим для любого слоя населения, да, то, что человек пришел, ему было приятно здесь жить. А как подходить, любой слой скажет, мне нужны американские обои, а другой скажет, да мне и наши ручки. Ну, скажем так, скажем так, нет, у них вот только пешка, отделка. Мы понимаем, что есть некоторые люди, которые своими доходами выбиваются из общей массы, да, но они зачастую не являются потребителем, так сказать, массового спроса, да, то есть они действительно... Готового кредитового. Да, и да, и действительно, они, наверное, последуют совету, да, или уже имеют там большие какие-то виллы в Калининском районе, а может быть, какие-то другие. Да, согласен. И поэтому здесь действительно мы как бы стараемся следовать сейчас тенденциям рынка, да, и вслед за общий рост себестоимости мы решили как бы улучшить свой продукт еще и... Как не для того, чтобы людям было хотя бы приятнее, да, потому что они понимают, что это не просто пустые потраченные деньги, а хотя бы их можно зрительно понять за что. Ну, хорошо, давайте перенесемся уже все-таки окончательно в нынешний год, вот к этому высказанной Биулиной. Владимир Ильич, вот, господа застройщики уже сказали про регионы, все-таки мне интересно, а почему вот Тверская область попала? Вот я уже говорил, что список разношерстный какой-то, вот вы тоже, Владимир Ильич, говорили, что и такой регион, и такой, но я все-таки не пойму логику. Вот, то есть Ивановская область, я сколько помню этого списка, я вчера читал, вроде бы ее нет. Такой же, как мы регионы Черноземья, такой же не самый вообще лучший, но его нет, значит, по такой логике там все нормально, а Тверскую область воткнули в этот список, у нас у него все нормально, нужно стимулировать поддержать. Почему? И опять-таки есть Новосибирск, это наш почти трехмиллионный город там. Постараюсь, Роман ответит в силе своей компетентности. Дело в том, что у многих экономистов нашей страны, не только у экономистов, накопилось огромное количество вопросов к набивленной. К этому количеству вопросов добавился еще один вопрос. Почему? Абсолютно... Действительно, к этому количеству вопросов добавился еще один вопрос. Как? По какой методике это все? У них, наверняка, есть эта методика внутри. То есть, не на этом глушете вообще... Абсолютно нам это неизвестно. И получается, что мы гадаем, как? По каким критериям это все было? Что было причиной принятия подобного решения? Ну, она еще предположила. Или это на глазок, или они основывались на каких-то данных. Поэтому я, так как привык ответить, значит, точно на поставленный вопрос, если даже сейчас не знаю, то потом выясним и дам ответ. Но сейчас я пока не знаю, что вам ответят. Хорошо, это все равно хороший ответ. Только надо гадать. Ну, гадать у науки это как-то нехорошо. Ну, хорошо. Давайте тогда дальше пойдем по нынешнему году, уже заглядывая в будущее. Как вот это возможное продление, на ваш взгляд, отразится на рынке, не движусь, Елена, на вашей работе как риэлтора, на вашей работе как застройщиков? Что дальше будет? Слушайте, ну, для нас, как для застройщиков, в любом случае, пониженная ставка по ипотеке, это всегда хорошо. Поясню, даже абстрагируясь от тех, пускай там нерадивых наших коллег, которые искусственно пытаются взятие цены, я скажу о том, что конечная цена для потребителя, да, именно для пользователей ипотечного продукта, да, она складывается в тот момент, когда он подписывает договор ипотеки, видит графу полную стоимость кредита, да, в процентном и в натуральном выражении, да, в количестве стоимости. Поэтому, то есть, цена квартиры плюс ставка по ипотеке, это и есть та конечная цена, за которую он приобретет данное жилье. Поэтому, чем меньше ставка по ипотеке, да, тем, соответственно, это проще приобрести, и, соответственно, мы считаем, что это однозначно положительное явление. Но, мы уже говорили о ценах, снова к этому неприятному вопросу вернемся, наверное, телезрителям интересно, ну, продолжится ли и дальше разгон цен? Отлично, все продлили, можно и дальше цены повышать, или как? Я постараюсь добавить, коллеги, если у вас тоже есть, особенно ваше мнение, очень интересно, но я скажу такое, пока спрос будет превышать предложение, цены будут расти. А он превышает? Ну, сейчас, я думаю, что да. А говорят народ, денег не сморить кризис в стране. А спрос превышает? Дело в том, что как раз годная ипотека и необходимые годные ипотеки подтверждают, что деньги, в принципе, можно найти, и спрос есть. То есть, когда предложение жилья, на данном случае, будет превышать спрос, вот тогда цены пойдут вниз. А это произойдет тогда, когда наша экономика и благосостояние будут чуть лучше. Нет, напоминает сказку о путешествии Нильца, когда король ее сойдет с места и останется без шляпы, да? Но здесь, смотрите, еще такой момент, я не зря сказал, что все надо очень тщательно изучать. Это уже к коллегам моим обращаюсь. Дело в том, что не исключено тоже, опять-таки, монопольный сговор в вашей отрасли. Об этом тоже надо говорить. То есть, надо тщательно изучение всех вопросов. Вполне возможно, что застройщики, ну, посмотрев определено, как все развивается, могут прийти к определенному договору. Только вот столько, столько, как в опеке, да? Добываем нефть вот столько. Мы же можем больше добивать? Можем, но добываем меньше, чтобы держать цену. И такое может быть. Здесь уже антивонопольный комитет должен работать. То есть, я почему говорю, системно надо управлять страной. Системно. Мои выпускающие эфиры «Монополис» говорили, решили выпустить рекламу. Не переключайте, буквально ненадолго, три минуты, а потом мы подведем уже итоги программы. Итак, мы вступаем в завершающий блок нашей передачи. Мы сегодня говорим о льготной ипотеке, о том, что будет с рынком недвижимости. Елена, все-таки хорошо. Ваш взгляд, что произойдет с ценами? Потому что, опять-таки, я, как обыватель, все-таки смотрю, что, на мой взгляд, я могу ошибаться. Цены уже ползли вниз. То есть, на пике вот этого роста, осенью, к примеру, я не помнил цен, когда однушку предлагают, пусть там на крайне города, за 900. Цены уже вот эти... Сейчас я опять, я лично вижу, по крайней мере, баннеры, ну, можете, я говорю, ошибаюсь, на ваш взгляд, пошли ли сейчас цены вниз и можно ли ожидать, что пойдут? Не знаю, мы не видим того, чтобы они пошли вниз. Если кто-то собирается покупать квартиру и как раз-таки рассматривает льготную ипотеку, так как, опять же, расчеты дают основания, ну, вот, дают выгоду эту, то, да, действительно, сейчас есть смысл воспользоваться этой ипотекой, пока она есть. Если кто-то рассчитывает, что летом вдруг опустятся цены, скорее всего, этого не произойдет. А вторичка, ведь вторичка не замородована, как застройщики, ростом арматуру, дверей. У него-то в квартире все как было. Она просто догоняет новостройки. На основании чего? Это спекулятивное повышение. Это получается, поэтому я и говорила, что люди, которые покупают новостройку одну, у них есть какая-то конкретная выгода. А те, которые покупают по обычной ипотеке 9%, они тогда покупали квартиру, там, однокомнатную, хрущевку, там, за миллион шестьсот пятьдесят, сейчас они такую квартиру смотрят за миллион восемьсот пятьдесят. Вот эти триста тысяч откуда-то прибавились, и, опять же, ни арматура, ни металла, ни двери, ничего. И они плюнуты, уйдут к ним. А, соответственно, владелец вторичек скажет, не, ну, раз у меня никто не покупает, придется понижать. Или что, так и будет держать до упора? Ну, мы вообще, на самом деле, думали, что, скорее всего, к лету будет опускаться цена, потому что, ну, как бы, растет, растет закономерно, она должна опускаться. Но сейчас уже, опять же, все пазлы составили, думаем, что, скорее всего, все останется. Появится больше предложений по вторичке, потому что собственники тоже, которые планировали продавать и откладывали это дело, они будут выходить на рынок. Будет какое-то затище, но будет больше предложений. Поэтому, если острая необходимость есть, однозначно люди, ну, как бы, они вынуждены будут покупать. До входа у населения не растут, деньги, кто хотел, те вложатся, допустим, в первичку, вторичку, и все, а дальше абзац. А если их еще, как можно понять, арматура, прочие скролл-счета, тут-то никакие затраты не вырастут, люди, и они вдруг просто по беспределу подняли цены. Что-то так и будет держать, сидеть какая-то собака на сене со своей вторичкой. Рынок диктует условия. Рынок диктует условия снижать. Заплаты ли и не вырастут. Я здесь, Роман, вас хочу поддержать. Дело в том, что все равно, вы же понимаете, что повременный стоимость денег разная. Допустим, год назад тот же самый рубль стоил одной с переводом на товар и услуги, сейчас другой. Поэтому, какой-то рост все равно будет, но не такой большой, как мы наблюдаем. Но рост? Да. Отката не будет? Я точно так же думаю, что будет рост, но не такой, да, значит, чем сейчас. Ну, я абсолютно уверен. Как Панфилос, ни шага назад. По днигу, да. Учитывая экономическую ситуацию в стране и решения, которые принимаются по управлению экономикой, наше мнение совпало. Дорогие телезрители, была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о рынке недвижимости, о том, что нас ждет в этом году. У нас, наверное, ждет в Тверской области проление льготной ипотеки. А вот снижение цен, как говорят эксперты. Наши все, кто в этом задействованы рынке, будут держаться до последнего, как Брежнев за малую землю. Ни шагу назад, никакого снижения цен. Поэтому делайте выводы сами. Всего хорошего вам и вашей недвижимости. Спасибо большое, уважаемые гости. До новых встреч. Спасибо, спасибо, до свидания.